Диагноз пищевод Баранта С1 и Р4, геносинец, щеповый дисплазий и сегастрополочек. Собутствующий диагноз – аксиальная катриофундальная отрижа. Жалобы на ИЖУ в течение 10 лет при запахах гастопатодоноскопии в марте 2017 года выявляется ретикус запахит степени С пищевод Баранта под вопросом гистологического исследования МСИНО-патирала с листополочек вещественного отдела пищевода жилистой метоплазии и дисплазии низкой степени. Рекомендую приемы губитрового патронной полка. По данным гистологического исследования в 2017 году выявляется ретикус запахит стальным отёдом пищевода степени В, пищевод Баранта С1 и Р4, геносинец, щеповый дисплазий, геносинец, щеповый дисплазий, геносинец, щеповый дисплазий, структурный изменение эпителия, високом сегмента пищевода Баранта. По данным уточняющей диагностики узкого спектра, нерегулярное рисунок поверхности эпителия, выполнена процедная биопсия, рекомендован дальнейшим приемом губитрового патронной полка. При гистологическом исследовании определяются фрагменты слизистой здесь с картинной цинкентрогречной метаплазии участками неопределенной дисплазии. План лечения. Этоскопическое разделе среди видимо патологического участка сегмента пищевода Баранта. Вторым этапом возможна эндоскопическая обляция оставшегося сегмента метаплазии пищевода Баранта. Целью демонстрации является Уточнить стандарты эндоскопической диагностики пищеводоблата и участков дисплазии. Демонстрация методик эндоскопического лечения пищеводоблата с видимыми патологическими участками. Обсуждение необходимости аппляции оставшегося сегмента петоплазии пищеводоблата. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. У нас система Anikosix-03 190 эндоскоп. Больших капиталов нам позволяет дополнять хромоэндоскопию и исследование с близким фокусом. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Дисклазии у нёгкой степени с помощью этоскопии. и только не можем достойно найти, поэтому план сейчас сделать биопсию. В прошлый раз, когда выполняли дискептическое исследование, было значительное воспаление, чего могло скутать с парфолога в отношении дисклазии. Я бы хотел просто показать биопсию биопсию, потому что очень часто это не правильно. Это демонстрирует существенную технику. Я просто делаю биопсию, чтобы показать, как биопсию биопсию биопсию. Технология выполнения правильного выполнения веса. Следующая техника, нужно открыть форсепы, и потом поднимать форсепы, близко к скопу, вот так. После того, как вы делаете, вы потратите скопу, в любом случае вы хотите. Например, я буду начать бопсию здесь, я потратил, я потратил здесь, и потом полностью сушить здесь, и потом сушить, и потом сушить, и потом сушить. Сначала нужно расположить правильный щип церковь, на эндоскоп, открытик, подтянуть немножко ближе к эндоскопу, после этого прицелиться в зоне, из которой собираемся выполнить биопсию, аспирировать воздух, и только после этого закрывать щип церковь. Крещен, мы kindly ask her to take biopsy from the small area of the 6 o'clock. Да. Мы также возьмем биопсию separately from the 6 o'clock position as well. Да, из этой точки он тоже возьмет прецизионную биопсию. Лидия, мы переключаемся сейчас вынуждена в операционную, у нас в другое у вас вернемся. Удачи! Удачи!